Здравствуйте, друзья! У нас сегодня интервью в скайпе с молодым человеком, которого вы видите на экранах. Ну, представляйтесь, раз вы на экране-то. Да. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я 31 год. Я вот второй месяц уже живу в Англии, в небольшом городке на востоке Англии, город под названием Ипсвич. Попал я... Откуда вы из Украины? Да, из Украины я приехал из города Киева, но в Киев я попал через цепочку других городов. Я уже писал вопрос вам в одном из видео, вы, как бы, распатривали мой ответ по поводу мандража при переезде. И я там кратко, так сказать, истории свои описывал. То есть, в Киев я попал путем цепочки других переездов. Вот. Родился... Да, я родился в Донбассе, Луганской области. И в первый раз я уехал работать, я уехал в Россию, в Белгород, когда мне было 18 лет, тогда... Там, это рядышком совсем там... Да, это совсем рядышком, да, тогда... Тогда мне только подключили интернет, дома появился, это был 2002 год, еще это был Dialab, только подключили, и тогда были чаты популярные, и я нашел там работу в интернет-провадере, и, в общем, собрался, и в 18 лет тогда уехал. Подождите, а учиться, а в армии служить? Как это... В армии я, как бы, был по здоровью не годен. Я закончил, на тот момент я закончил там, где я родился в маленьком городке, закончил техникум по специальности экономист. Вот. И я поступил после техникума, я поступил, там была вообще очень такая интересная история, я поступил в институт, там, на Донбассе, в Волчевске институте, и бросил его буквально там через два дня, вернулся домой и устроился на работу. Ну, там... Так работа какая у вас была? Первая работа, ну, я устроился в местный интернет-провайдер, то есть я был один из первых клиентов, когда нам в городе там провели интернет, и я устроился тогда в местный интернет-провайдер. То есть работа в Белгороде в интернет-провайдере не была первой? Да, это, скажем, как вторая была, то есть она не была первой, но это, можно сказать, первая серьезная работа. Вы скажите мне вот что, специальность-то в техникуме у вас какая была? Экономист. А как же интернет-провайдер? Или вы экономистом там и работали? Нет, я, ну, тогда мне там подарили компьютер, я туда как бы бунт тогда был, все увлекались компьютерами, вот, и я вот начал ковыряться, ковыряться, мне это, в общем-то, нравилось, и то есть, мне было тогда там 17, ну, только 18 лет только исполнилось, вот, как бы, как все молодые люди, я очень сильно увлекался всем этим, и, как бы, я, в принципе, там и не собирался связывать с судьбу с экономикой, вот, поэтому, как-то, вот, попал. Но платили хорошо, вот, относительно других, там, профессий? Эй, я не могу уже точно сказать, сколько на тот, на тот момент, как это было. Ну, не, не очень было хорошо, ну, я, я просто не, не сильно помню, как платилось, а в те, тогда платилось, другие, другие профессии, поскольку только, ну, можно сказать, первая работа была моя. То есть вы жили с родителями, вас это не сильно беспокоило? Ну, до Белгорода я жил с родителями, да, а когда я уже уехал в Белгород, я уже уехал сам, то есть я собрал вещи, и тогда уже. Уточнить хотел, значит, вам 31 год, вы сказали? Да. Вы семейный или вы свободный? Нет, я семейный, семья, ребенок у меня уже сейчас. Один ребенок, сколько лет? Да, два годика. Мальчик? Девочка. Девочка. Девочка, хорошо. Так вы все поехали в Англию втроем? Да, мы сейчас все здесь. Давайте, вот я только хочу, значит, вы так обрисовали начало вашей, так сказать, профессиональной деятельности, но все-таки, значит, вы потом какой-то институт закончили, высшее образование есть у вас? Да, я после того, как поработал где-то год в Белгороде, я вернулся домой назад и переехал в Днепропетровск жить. В Днепропетровске я жил 6 лет, я тоже работал большой интернет, это была уже не интернет-компания, это был национальный оператор. То есть я, в принципе, связист как бы, у меня вся моя профессия по связи, да, то есть мы в этом плане коллеги, потому что я только начинал в интернет-провайдере, потом это был национальный оператор. То есть вы с Коломойским там не встречались? Нет, я не встречался. А что ж там в Днепропетровске жил? Ну, тогда еще не было такого, это было, я туда приехал в 2005 году, я закончил институт там, у меня специальность, в принципе, тоже связист, у меня специальность защита информации в каналах связи. Поэтому я как бы... Хорошо, то есть это как бы, декодирование, там, шифровка, дешифровка, вот такие дела. Да, декодирование, декодирование, да, то есть такое вот. Ну что ж, хорошо. Да, я прожил как бы в Днепропетровске, то есть я закончил институт, и тогда уже я 6 лет проработал в этой компании, то есть это большая была компания довольно-таки в Украине, и когда я уже, под конец уже моего, 6-го года начали происходить слияния компании, начали происходить сокращения, и я решил, что как бы уже я вырос, то есть мне уже было неинтересно. То есть, ну, во-первых, уже я долго проработал на одном месте, и я уже заметил, что уже последний год я как бы, ну, не расту. А поскольку, как бы, рынок такой, ну, рынок телекоммуникаций, там, и связи в Украине сделан так, что он централизован, то есть все управление идет из центрального офиса, а все, как крупные компании, имеют свой офис в Киеве, соответственно, как бы, я нацелился на Киев, и я начал искать работу там. Я искал там работу, где-то мне заняло это порядка года, то есть я практически там... То есть вы переборчивы были, у вас уже была работа, вы думали, если я уже поеду в Киев, то что-то должно быть достаточно хорошее? Не то, чтобы, как бы, нет, не так, у меня была работа, но я ездил, я где-то год, я потратил, то есть я за год, практически два раза в месяц, я стабильно ездил на собеседование, просто ничего, меня нигде не проходило интервью, меня не брали, то есть я год заняло именно интервью, то есть. А вот в этой области нужно английский знать, или так, не обязательно? Вот, скажем, до того, когда я работал в Днепропетровске, тогда, ну, в принципе, желательно было знать, но для чтения документации, ну, поскольку у нас, как бы, был филиал, то нас там сильно к серьезным задачам таким не допускали, и, в принципе, как бы, полезно именно было не общего развития, именно для чтения документации, ну, каких-то общений, поскольку у нас, как бы, локальная компания была, с заказчиком Украины работали, какого-то общения там у нас не было, и, в принципе, язык, я, как бы, не особо скажу. Я вас так понимаю, что, когда вы переехали в Киев, вам пришлось более подробно разбираться, поскольку там было востребовано. Да, я, когда переехал в Киев, я попал, я уже попал не в операторы связи, я попал в Эндор, производитель телекоммуникационного оборудования, то есть это, в принципе, довольно известный мировой, я думаю, вы знаете, это американская Lucent Bell компания, я думаю, вы, конечно, должны знать ее, и совместно с Alcatel, ну, сейчас она была, раньше была раздельная, сейчас она называется Alcatel Lucent, и сейчас, сейчас идет новое, как бы, слияние, теперь мы будем называться Nokia, поскольку Nokia купила Alcatel Lucent. Подождите, подождите, вы там продолжаете работать в них? Вы сказали, мы сливаемся, я понял, что вы сейчас, да? Да, я работаю, ну, как бы, сейчас я уже работаю в этой компании, только уже в Англии. Я понял, то есть вы работали в Киеве, в компании, которая международная, и эта компания вас перекинула в другой офис, который сейчас в Великобритании? Ну, не то, чтобы совсем перекинула, то есть я просто, я, чтобы так отступить назад, то есть я вот, когда приехал в Киев, когда вот я приехал в Киев, тогда вот, когда первый раз, первый переезд, когда мой был тяжелый, когда я вот вам рассказывал тогда в письме, что, когда совсем я уже вечером практически с готов был, уже разделся, уже мне поезд через час, а я уже не хочу никуда ехать, все, я уже сложил вещи, думаю, все, остаюсь на месте. И вот тогда, как бы, до этого я, как бы, ну, я, в принципе, там, не за сильно задумывался, там, куда-то приехать в другую страну, там, как бы, мне хотелось чисто ради профессионального флана, но какого-то таких вот серьезных мыслей у меня не было об этом. Вы вступили на опасную тропу, вы сначала туда переехали, потом сюда переехали, потом в Киев, вот, и вот у вас мандраж, мандраж, а сейчас уже и в Англию без всякого мандража там, да? Ну, не скажу, я же вам, я же тогда писал, что у меня перед Англией вообще был серьезный очень мандраж, и последние четыре дня перед отъездом я уже не ел, не спал, не пил, уже даже на таблетках сидел. Ну, жена, жена, как это все перенесла? На редкость спокойнее, чем я, даже вообще, вообще беспокойно. То есть она просто на вас положилась, и все? Да. Ну, собственно говоря, вот, когда я переехал в Киев, казалось бы, то есть это должно наоборот, то есть я уже тогда себе думаю, ну все, это будет мой последний переезд, уже сколько можно кататься, всю жизнь на чемоданах, все, я останавливаюсь, буду как-то думать, как вот мне быть, дальше строить жизнь, оседать или не оседать, там, либо вернусь назад. Ну, как-то вот так вот пошло, что у меня вот загорелось, а вот именно почему-то в Киеве загорелось, может, потому что я увидел, что можно по-другому, что есть люди, которые там и там, и там работают. И, как бы, с самого, в принципе, вот я три года проработал, прожил в Киеве три с половиной, три с половиной года, вот я проработал в Киеве, в принципе, с самого начала я, как бы, вот, начал интересоваться, скажем так, как бы, как бы это можно было сделать. Дмитрий, такой вопрос, значит, вы работали в Белгороде, потом вернулись, там, туда, в Украину, до событий, там, на Майдане и всех этих остальных дел, вот у вас не было мысли, может, в Москве поработать, в Питере? Мне предлагали, когда я еще был в Белгороде, переехать в Москву, ну, как-то я не помню, это было давно, не сложилось, а были, в принципе, были мысли, как бы, но, почему-то я уже думал, если уже так переезжать, то есть, как бы, в России я уже работаю. То есть, если уже переезжать еще раз, ну, уже, как бы, надо уже попробовать куда-нибудь дальше. В принципе, я даже скажу так, я в Европу и не сильно, и не хотел, как бы. А куда хотел? Я искал в Соединенных Штатах работать. В лотереи играли? Я играл в лотереи, и после того, как, как бы, я вот, начал смотреть ваш канал, я стал, как бы, искать именно по рабочей визе. Как вы попали на наш канал, что случилось в вашей жизни? А когда вот я переехал в Киеве, я как-то вот стал больше интересоваться Штатами, в принципе, как бы, я аж хотел приехать, ну, как бы, у меня были мысли в Штаты еще, когда я был в Белгороде, я когда наткнулся на сайт, такой, привет.ком. Конечно. Да, я прочитал, тогда там Борис писал свои истории, тогда, как бы... Ну, это когда было? Это очень давно было, да? Это очень давно было, наверное, в 2004-м было. Тогда, как бы, я вот... Я уже оттуда ушел к этому моменту, да. Я форум не читал, я читал просто его истории, как бы, вот, которые именно на самом сайте. Я там писал под кличкой мастер, если там... Я форум тогда не читал, я вот именно его сайт читал. А, окей. И, как бы, вот я... Тогда, как бы, мне стало просто интересно, я даже, помню, тогда первый раз узнал про грин-карту, я прочитал там, что есть грин-карта, и помню, тогда мне даже где-то на сайте высветился баннер, что, мол, заполните там анкеты на грин-карту, я чуть на жуликов не нарвался. И, в общем, после того, как бы, на несколько лет, лет на пять, да, наверное, пять-шесть лет, я, как бы, вообще мысли у меня никаких не было. А потом, когда приехал в Киев, я начал смотреть блогеров, как бы, подписываться, значит, как бы, на ютюбе смотреть разных блогеров, и тогда первый блогер, который, по-моему, Юра Индиана был, Индиана ТВ. И тогда он тоже рассказывал про работу, как, про работу в Соединенных Штатах, как искать, но он так рассказывал в таком плане, что, мол, там, выговорит, типа, берите там на крехлисте или на сайте, просто пишите сопроводительное письмо, что я такой-то вот классный пацан, я готов там все делать, и только там обратите на меня внимание. Я сначала стал, как бы, следовать там, просто отправил на нас десяток таких вот писем, естественно, без ответа, естественно, у меня не было резюме такого, как бы, у меня было просто переведено на украинское резюме, вот. И как-то он там, у него было или в комментариях, или в видео, он смотрел, типа, там, список, там, блогеров, которые, которые, там, он рекомендует, или лучшие, там, блогеры по Соединенным Штатам. И тогда, как бы, я вот вышел на вас. И его постепенно... То есть я у него там в списке был? Да, вы были в списке, там. Надо же, да, хорошо. И вот, как бы, после этого, то есть я вот, как бы, стал более внимательно уже изучать варианты, то есть, ну, я играл в лотереи, но я не делал на нее ставку большую, в принципе, я, как бы, решил заняться именно, как бы, поиском рабочей визы, то есть, на H1B. Дим, такой вопрос между делами, я, меня все время критикуют, что я там перебиваю, но мне просто надо разные линии отловить. Значит, вот, когда вы начали смотреть наш канал, и Юру, там, и меня, и, там, других, может, Фастович смотрели, там, еще кого-то, у вас не было ощущения, что люди не искренние, что они чего-нибудь врут, или, там, не все врут, но привирают, что есть какие-то скрытые, там, подводные камни, о которых они не рассказывают, ну, вот, какая-то негативная какая-то была, есть сторона у этого всего, как в сознании? Знаете, я не видел такого, в принципе, как бы, ну, поскольку я, ну, и так переезжал, как бы, да, у меня так, как бы, был опыт какой-то все-таки обустройства новом месте, то есть, ну, такого что-то, вот, чтобы соврали, или, как бы, приврали, то есть, у меня не было такого. Естественно, я понимал, что у каждого своя история, у каждого свой путь, и в принципе, для меня была важная информация, из которой я мог бы подчеркнуть себе именно то, что мне было важно. То есть вы прагматичный такой зритель, я понял, вы как бы жизненным опытом обогащены, вы не эмоционально смотрите, а как человек, который информацию выуживает, и он делает все скидки и допущения, и так ему существенно вот что там. Хорошо, так каким образом вы пришли вот к тому, чтобы в Англии оказаться? Это просто произошло так, или вы как-то долго к этому шли, и вот что случилось? Ну, то есть я вот когда, после того, как я подписался на ваш канал, я смотрел вебинары, я постепенно привел как бы резюме свое, тот вид, когда я стал получать какие-то отклики. То есть вы исследовали, у нас был вебинар, как резюме делать? Да, там не одно видео было, и примеры на сайте. Мы разбирали ошибки, да. Да, и примеры на сайте брал, то есть я довел резюме до такого вида, когда уже начали какие-то, хотя бы какие-то ответы приходить, то есть не совсем тишина. В принципе, затем как бы я, естественно, на работе я стал готовиться к этому, поскольку я понимал, что я там не обладаю пока какими-то такими знаниями, которые там мне, ну, ради которых меня могут куда-то там привезти, соответственно, я стал, у нас сертификационные экзамены, если вы, как бы, похожи сертификаты, как в ЦИСКе. Подождите, я хотел уточнить, а по какой специальности вы искали работу на ЦИСКе? Да, я, как бы, нетворк-инженер. А, окей, хорошо. С сертификатными технологиями, да. И, соответственно, как бы, после того, как я, так сказать, привел какой-то вид резюме, то есть делал базу, такой каркас, я стал, соответственно, там готовиться, то есть сдавать тесты, сертификаты экзамены наши, я сдал лабораторные из работы, ездил за границу сдавать их. То есть я, как бы, стал наполнять это резюме информацией, ну, теми, как бы, опытом и знаниями, которые, там, могли бы, там, быть, релевантны, то есть, по которым я могли бы, там, заменить. И, соответственно, то есть, шли, там, то есть, шли годы, да, скажем-то, там, год, два, три, я, как бы, то есть, в период HMB визы, когда был период, я отсылал резюме, то есть мне, там, звонили рекрутеры, я набивал, как бы, вот, опыт именно общения по телефону английского рекрутера. Все больше, все больше из Индии народ, то есть, вот, если что, то есть, надо, надо понимать индийский акцент. Да, да, то есть, я завел американский номер, то есть, все, как опыт, у меня до сих пор, он есть, вот. На скайпе или где? Нет, ну, сип, по сипу. Да, сип. Сип, да, извиняюсь. Да, да, я просто не пытался понять, если. Потом, как бы, я сначала не смотрел, в принципе, то есть, года два, наверное, я Европу не смотрел, вот, как бы, я, вот, долбился, вот, именно Штаты, Штаты, то есть, и как-то, вот, оно уже, вроде, смотрю, получаться стало, потом, потом я решил, наверное, даже больше в качестве тренировки, я решил, именно, тоже рассмотреть Европу. То есть, у нас в компании, как бы, есть внутренние вакансии, то есть, внутренний портал, где, как бы, висят вакансии внутри компании. То есть, то, что вы давно могли сделать, вы как-то не делали? Нет, я, в принципе, я отправлял, как бы, эти вакансии, отправлял с самого, практически, первого дня, как я пришел в компанию, но я, в основном, вот, отцелил США и Канада. То есть, я просто, как бы, Европу игнорировал. Я понял. Вот, и вот так вот, как-то, вот, я отправился, тоже, там, посмотрел Англию, то есть, я даже, я, честно сказать, там, я, когда мне ответили, я даже уже и забыл, куда я, собственно, я, потому что я, внутри только нашей компании, наверное, больше 100 изюмей отправил, то есть, на 100 вакансий. Хочется сказать, фига себе. Да. Да, поэтому я, как бы, немного уже там... Слушайте, вы, на самом деле, я скажу, такой, довольно уравновешенный, потому что другой бы уже бросил давно, то есть, вы совершенно неизгибаемый, такой, спокойно себе делаете и делаете правильные вещи, и вас не, как бы, не ломает то, что ответа нет, или что он какой-то... Ну, вы знаете, меня, как бы, наверное, мотивирует, то есть, как бы, бывали такие периоды, там, неделю, месяц, там, что, как бы, я забрасывал все это. Я понял, я понял, уже, уже более живой человек получает, хорошо. Да, то есть, поэтому, то есть, потом я смотрел, как бы, видео, да, меня там мотивировало, то есть, это было, какие-то красивые картинки, там, мне там казалось, почему я не могу точно так же. Вот. Да. И, собственно говоря, вот так вот, как бы, вот, у меня вышли наш, ну, с английского офиса, то есть, в принципе, компания, как бы, если так это рассматривать, как бы, вроде компания одна, но, юридически, это, как бы, да, в каждой стране, это разный менеджмент, разный эти. Соответственно, у меня было техническое интервью, менеджерское интервью, то есть, все было, то есть, как бы, это, меня не просто так, как бы, взяли, потому что я отправил. Дим, Дим, давайте вот что, давайте мы уйдем, может быть, немножко от профессиональной стороны, потому что люди, которые нас смотрят, они в основном далеки, вот, от этого, от специфики вот этого всего. Но, меня больше вот что интересует, вот, например, виза, которую вам дали, чтобы вы приехали в Великобританию, это что такое? Какой у вас статус вот там? Рабочая виза, то есть, я не знаю, как бы, я резидент статус, нерезидент статус, то есть, у меня, у нас, у меня есть семьи, рабочая виза, это, как бы, она называется Тир-2 General. Жена может работать с этой визой? Да, он же, ну, есть. Отлично. Вы оба можете работать. Вы знаете, например, превратится ли это когда-то, и если да, то как скоро, например, просто в вид на жительство? Да, через 4 года, если я нахожусь в стране, там, какое-то определенное количество дней в году, через 4 года я могу это обменять, как бы, на вид на жительство, а через 5 лет на паспорт. Еще через 5 или 4 плюс 1? Нет, 4 плюс 1. Хорошо, теперь, такой момент, вы при этом не обязаны работать в одной компании. Нет, я обязан работать именно только от, минус от этих европейских рабочих виз, я не могу перейти в другую компанию. Я обязан, как бы, каждый раз, даже когда я езжу домой, то есть, меня на границе, я обязан сообщать, что я работаю и не работаю. То есть, если вам, например, дадут оффер, там, из другой компании, то вы, наверное, вы можете, только надо будет заново оформлять и... Надо начинать весь процесс заново, да. И предыдущий срок не будет вам засчитан вот в эти 4 года. Ну, я этого не знаю. Я слышал, я слышал, давно, правда, был разговор, там, у меня приятель в Ирландии живет, и он говорил, что если уже там начал работать, уже можно переходить. Вот, у него как-то так было, я не знаю, поэтому... Может, ну, просто в Ирландии... Ну, я вот точно знаю, потому что вот именно, как бы, мне об этом сообщали дополнительно, то есть компания... То есть, 4 года надо отработать? Слушайте, если не гонят, а что не отработать? А платят нормально, или вы еще не очень разбираете? Я так понимаю, что, как бы, то, что я смотрел, то есть, в принципе, средняя зарплата, да, там, по стране, как бы. То есть, как бы, средняя медиана зарплат, так вот, то есть... Ну, в принципе, как бы, мы тут же от Лондона живем 90 миль, то есть, у нас тут небольшой городок, то есть, как бы, наследство там все дешевле. Подождите, а работа сама где-то, в Лондоне? Нет, работа здесь, здесь, в этом городке, за городом. Шикарно, то есть, вы живете в спокойном месте. Да. Что за место, вот, в том смысле, что этнически, по уровню, там, не знаю, по стоимости жизни, вот, что это... Понимаете, я знаю, что в Англии есть такие места, где живут, там, одни пакистанцы, допустим, или одни, там, из Индии люди. Вот, то, где вы живете, это что за место? Ну, в принципе, тут больше преобладают, наверное, как бы, англичане, да, местное население, скажем так. Ну, и встречается, то есть, русских мало, то есть, хотя есть русский магазин, как бы, иногда встречается русская речь, да, Ну, именно, как бы, вот так вот, и пока мы еще, вот, не обзавелись. То есть, в русский магазин, там, селедочку какую-нибудь, там... Ну, да, или, можно, в литовские, там, магазины, там, такое... И литовские есть? И литовские есть, там. Ты смотри, шпротики, там, какие-нибудь... Да, да. Что же, ну, хорошо, мороженое, вот, я здесь мороженое литовское покупаю. Ну, пока мы, пока мы восхищаемся местным мороженым, очень вкусное. Конечно, конечно. В принципе, поскольку здесь, как бы, ну, чтобы так понять, здесь такого своего рода силиконовая долина, как бы, телекоммуникационных компаний. Тут за городом расположен большой бизнес-парк, который создала компания British Telecom. То есть, именно разработчики? Не обслуга, не сервис, а именно разработчики? Тут, как бы, все находятся, как бы, разные. То есть, у нас, то есть, компания именно British Telecom, которая это все создала, она тут собрала, то есть, очень много разных вендоров, то есть, там, СССР, ГОД, ГОД, ГОД. Сколько вы уже на работу по времени ходите? Ну, два месяца будет. За эти два месяца вы почувствовали какое-то кардинальное улучшение, скажем, английского? Да, я скажу, что, как бы, вот, когда я, я когда приехал, я очень тяжело понимал акцент, понимал, как вот именно произношение, произношение местное. Поскольку, так вот, они так говорят, как-то так вот, прерывисто, вот так вот, как-то, как бы, каждый раз, там, выдыхая слова. Ну, это Бритиш такой. Видишь, да, да. Выдыхая слова, это Аспирейшн, да, когда там... Да, да, он как-то в таком плане, да. Да, поскольку у нас, как бы, тут этот не единственный офис, то есть, мы тут, наш офис занимается конкретно поддержкой, именно, вот, этого оператора British Telecom. И здесь у нас собраны в офисе, как бы, люди из разных стран мира. И, как бы, более-менее удобно, ну, можно говорить нормально. А я здесь из каких стран? Со мной, недавно, передо мной приехал товарищ из Венесуэлы, из Египта, по-моему, с Европы. Несколько человек с Голландии, человека три-четыре, с Бельгии. Ну, то есть, как бы, издалека совсем, вот, не очень много. Можно сказать, местные. Местные, да. Наши менеджеры, там, и другие части, они, например, находятся по разным частям Англии. И вот те, которые там в Вельсе сидят, там, у них другой акцент. И вот очень тяжело, когда там, особенно по телефону, то вроде как бы уже ухо адаптировалось к местному произношению. А они с Вельса звонят, у них немного другое произношение, там, и этот, и... Ну, в принципе, очень сильно, как бы, именно... Ну, я перестал, как бы, бояться слышать. То есть, я, как бы, стал воспринимать речь просто как фоном, как будто, как русскую. То есть, я, как бы, перестал напрягать слух каждый раз, чтобы разобрать слова. То есть, я еще не все, конечно, понимаю, но я понимаю, что от меня хотят, в принципе. И как бы уже... Супруга за эти два месяца, вот, ну, как она воспринимает? Какая-то обратная связь есть, или ей там все, там, сел и сидит, или там... Или она что-то радостно, или, наоборот, ей что-то грустно? Ну, грустить некогда, поскольку ребенок у нас есть, который не дает грустить. И я записал ее на курсы там английского языка, поскольку у нее английского совсем рассказать нет. Ей вот тут немного сейчас тяжело, поскольку она оказалась в небольшом вакууме. То есть, когда не с кем поговорить, в принципе. У русского магазина пусть стоит там и... Ну, вот, знаете, я вот, как бы, один из мифов, который, вот, ну, я вот, почему-то, я себе думал, что за границей, как-то, вот, русскоговорящие, да, как бы, более тянутся друг к другу. Зависит. Зависит. Есть такие, что тянутся, есть такие, что шарахаются. Ну, скажем так, вот, мы были несколько раз, мы встречали на детской площадке, как бы, встречали несколько семей. Один раз было, что на площадке сразу две с нами было семьи русскоговорящие. Как бы мы разговаривали рядом, они рядом, ну, абсолютно никакой реакции. То есть, такое ощущение, что вот где-то мы в Киеве пришли, то есть, да, вот, подумаешь, тут еще одни пришли. Ну, как бы, реакции вообще никакой не было. Вы бы подошли, познакомились бы. Ну, может быть, надо было. Сказали, здрасте, там, я, там, Маша Иванова приехала из, там, Киева. Да, ну, может быть, надо было начать, конечно, сделать первый шаг. Ну, как-то вот, пока, пока, как бы, вот, мы решили, что курсы, то есть, там, специально женские курсы, такие, вот, для женщин, с разных стран. То есть, ну, там, может быть, даже не сколько именно, как бы, английский язык, сколько больше социализации. У них там, как бы, они не только там язык учат, они едут там на фермы куда-то, на экскурсии ходят. То есть, больше именно жизнь такая. Отношения к вам людей, которые местные, вот не те, что вместе с вами понаехали, а вот местные. Вы чувствуете какую-то напряженность, или, может быть, они вам не рады, или, наоборот, очень радушны, и так они гостеприимны. Как вот ощущения? Ну, в принципе, негативного отношения нету, скорее всего, как бы, ну, то есть, как ко всем остальным. То есть, какого-то специфического, специального такого, выделенного, и негативного нету. То есть, на работе очень хорошее отношение с местными ребятами. То есть, как бы, даже, ну, они же тогда видят, там, акцент произношения, то, что там, иногда сказать тяжело что-то, вот, и, как бы, нормально, вот. Так, в магазинах это, понятно, стандартно, все улыбаются, все вежливые. То есть, на улицах тоже, как бы, в принципе, естественно, пока мы не говорим, пока мы молчим, нас трудно отличить, мы, там, мы приехавшие или местные, поскольку, как бы, это, ну, в общем-то, похожи мы все, да? То есть, это, в основном, нас выдает именно, когда мы начинаем говорить. Поэтому, если мы пока молчим, на улицах мы вполне можем за местных сойти. Я вам скажу, что это кажется так. Потому что должно пройти-то какое-то некоторое время, существенно, пока на улице тебя перестанут идентифицировать, как иностранцам. Это и походочка, и взгляд, и вот, как ты дорогу переходишь. И я вам скажу, что соотечественников наших иногда видно с очень приличного расстояния. Ну, может быть, я не скажу, я скажу, что, например, если брать, там, пример, переход дороги, то англичане тоже, там, не отличаются, там, с правильностью, переходят дорогу, где попало, и на красный свет. Но они же не, они смотрят налево-направо, или просто идут, и все? Я, как бы, езжу за рулем, тут некоторые идут просто так, вот, на правом. Но, в целом, как бы, в основном культура, конечно, есть, и, как бы, больше культурно, больше, как бы, такого негатива нет абсолютно. Качество, знаете, как там у вас со снабжением, знаете, качество продуктов, экология, ну, вот, общая, вот эта вот среда, в которой вы живете, качество продуктов лучше, чем в Киеве? Ну, знаете, я просто еще не умею, наверное, отличать, вот, как и воздух, что, другое, для меня, вроде, как, везде все одинаково, что воздух, что, там, что тут, что там. Птички поют. Чайки очень громко кричат, у нас просто тут море, буквально 15 миль от нас, и большая река здесь, поэтому... Холодное все, купаться не стали. Да, северное море, ну, я уже купался, но море холодное, это северное. Это у вас там нефть добывают, рядышком, в северном море? Ну, наверное, где-то выше, наверное, туда, вот, потому что мы ближе к Ла-Маншу находимся. Ага, вот вы какие. Понял, понял, то есть вы, конечно... То есть, так, как бы сказать, так вот, да, многие продукты молочные, там, по качественнее, да, в особенно... Если поехать, например, во Францию, вам нужно какую-то визу оформлять, или вообще, вот, какой ваш статус, как путешественник по Европе? Как вот, если бы я никуда не выезжал с Украины, поскольку Британия в Шенгенскую зону не входит, то есть я могу только вот в Британии свободно путешествовать. Если я хочу в Европу, мне нужно было, соответственно, получать в Шенгенскую визу, да. То есть у вас нет пока? У меня, они уже закончились, как бы, вот, которые мне давали, да. Ну, я была, я во Франции ездил, в Бельгии был в работе, поэтому у меня, как бы, визы эти были, но просто так вот сесть на машину и поехать отдыхать мы не можем. Хорошо, Дим, давайте вот чего, значит, люди на вас смотрят какие-то, да, со стороны, и у них мысли в голове, и, то есть, понятно, что есть люди, которые ищут способы, там, иммиграции, легальные, может быть, не обязательно, там, уж такое же, там, кошерно-легальные, там, еще что-то, они на вас смотрят, а вы хотели что-то им рассказать, правда? То есть, вы говорите, давайте я расскажу, что у вас было на уме, вот, что вы хотели донести, вот, вот, англичане ружья кирпичом не чистят, это один человек говорит, а вы что хотите сказать, вот, к чему вы призываете нашу аудиторию? Глаза можете и хотите на что-то открыть. Ну, в принципе, глаза открыть, вряд ли на что-то я открою глаза, но просто, наверное, сказать, что если, как бы, да, сильно захотеть, ну, не только захотеть, наверное, что-то, еще не, к этому немножечко добавить, какие-то усилия, то, в общем-то, все возможно. То есть, я не верил, например, я, там, особо, там, это, как, для меня, там, ну, для меня, когда-то казалось, в Киеве работают какие-то такие люди, которые, ну, то есть, для меня не казались боги, сетей, они такое что-то делали, мне казалось, я никогда такого не смогу делать. Прошло время какое-то там, да, я тоже стал, как бы, более опытный, то есть, и, соответственно, как бы, дальше шаг, то есть, мне казалось, ну, как переехать за границу, скажите, в принципе, все возможно, главное, как бы, ну, то есть, что-то, наверное, как бы, следовать советам людей, наверное, которые уже, может быть, там, уху, то есть, я в данном случае, да, следовал советам интервью и составление резюме, там, вашим советам, да, я, естественно, там, да, я добавил в резюме, как бы, свой опыт, какие-то, там, знания, что-то, там, как бы, включил, и, соответственно, вместе это получилось, ну, от какая-то смесь, которая сработала. А вот такой вопрос я вам задам, как коллеги-связисту, у нас очень много молодых ребят на канале, и постоянно вот вопрос такой задается, что, какой язык программирования изучать, там, это мобилки или, там, на вебе, администрирование, программирование, там, тестирование, там, базы данных, я не знаю, ну, вот, никто не спрашивает, никто никогда не спросил, например, хорошо ли быть связистом с точки зрения, вот, допустим, иммиграции, или, скажем, востребованности на рынках труда других стран. Вот вы, как связист, который по этой части, значит, ну, опыт имеете, вот вы скажете молодым ребятам, ребята, идите в институт связи, значит, учитесь, там, на, не знаю, информационную безопасность, или учитесь, там, на, ну, что там бывает, на сети. Я думаю, знаете, я думаю, все-таки, как бы, тут больше, наверное, играет роль, скорее всего, именно, нисколько даже может быть сама профессия, поскольку у нас, вот, даже я по своей компании смотрю, у нас люди, там, приезжают, вот, с разных стран, и это и менеджеры могут быть, как бы, и любые, то есть, направления. Я думаю, что, в принципе, важно поставить цель, как бы, да, и просто быть, ну, чуть-чуть, может быть, лучше, там, или что-то делать для того, чтобы, там, тебя заметили, как бы, так, то есть, я думаю, что, да, там, в целом, если, наверное, смотреть на рынок, как бы, именно, труда по рабочим визам, наверное, там, программисты, они превалируют на другими профессиями. Если так вот смотреть статистику, там, да, даже, тупо, рабочим визам, вот, наверное, среди них, там, попадаются сетевые инженеры, там, то есть, в любом случае, какие-то администраторы, там, и прочее. То есть, ну, тут, наверное, надо, то есть, мне просто, как бы, это нравится делать. Нет, ну, все-таки, инженеры сетевые, да, там, network engineers, вот такие, разработчики, правильно, вы разработчик же? Вы не эксплуатацией же занимаете? Я эксплуатацией занимаюсь. Эксплуатацией, хорошо. Эксплуатация, разработка, есть спрос? Спрос, ну, как, именно, если так вот, как бы... С точки зрения того, чтобы иностранца взять, привезти? В принципе, спрос есть. Спрос есть, и, как бы, вот у нас офис здесь навезенный, да, казалось бы, это сколько затрат было, усилий, там, компании привезти, наполнить, офис, как бы, даже пусть из, ну, даже пусть из, ну, внутри своей компании, но привезти из другой страны, это все равно намного тяжелее. То есть, с точки зрения, то есть, визы, здесь, как бы, не внутренняя виза, а это все равно, чтобы привезти абсолютно нового человека. Это административная задача большая, конечно. Да, соответственно, казалось бы, да, там, можно было, наверное, набрать здесь, ну, значит, есть нужда, есть спрос в этом. То есть, если, как бы, брать вот так вот, по моему опыту, там, поиска на H1B, то, может быть, да, там, то есть, спрос... Ну, ну, вакансий много, да, но не все готовы, наверное, привезти. А вот такой нюанс. На вот эту визу, по которой вы находитесь, там у них квота какая-то есть, не больше сколько-то в год? Или они могут в любой момент, вот, абсолютно взяли человека и привезли, если нужно? Вроде 22 или 20 тысяч визвод всего этих рабочих. Но есть такое время в году, когда виз на первом же... По-моему, она, по-моему, круглосуточно, поскольку, да, люди там в разное время приезжают, то есть, она круглого точнее идет. Ну, хорошо. Нет такого, что, допустим, там, последние 4 месяца в году, вот, скажем, виз нету? Кончилась квота? Я не могу сказать, я, как бы, поскольку я сильно не интересовался этими рабочими визами, как бы, именно ванноле, поэтому, ну, я не думаю, что, как бы, ну, я не знаю, не буду говорить. Вам не говорили, что нужно подождать, пока квота откроется? Нет, 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 не говорили. То есть, у меня, в принципе, и так процесс занял полгода. То есть, вот, именно мне, я прошел интервью и получил офер в декабре, вот, приехал я в июле. Родители, друзья, люди из вашего окружения киевского, ну, может быть, не только киевского, они как-то вас поддерживают? Или они говорят, что ж ты делаешь, куда ж тебя понесло? Нет, родители меня, как бы, поддерживают, и вообще во всех переездах и начинаниях, и, когда, я вот уже последние дни, там, меня уже совсем было плохо. Я, там, не то, что я, как бы, сомневался ехать, не ехать, но просто как-то внутренне было тяжело. То есть, я уже знал, что у меня же были билеты куплены, все, то есть, уже, я уже бы не отступил. Просто, ну, было тяжело, и, как бы, и меня родители, то есть, как бы, все правильно. Поддерживали. Все, да, то есть, все, как бы, никто не было такого, чтобы кто-то сказал, зачем, куда, почему. Тем более, как бы, в связи с ситуацией нынешней, вообще, на бот говорили, что, о, как повезло, именно вовремя, скажем. Я бы сказал, что, вот, если сравнить, в этом смысле, там, Россию и Украину, то, как бы, для Украины менее характерно, вот, этого, там, родину предал, там, от того, что в Европу поехал, и, там, в Америку. Вот, я, там, не помню, чтобы кто-то такое рассказывал. У меня таких, как бы, просто, наверное, нет, там, в окружении, никто мне не сказал, там, зачем, почему, куда, то есть, наоборот, все, как бы, порадовались. Говорят, мы к тебе еще приедем. Ну, да, это само собой, конечно, да. Ну, и, на самом деле, ведь не так далеко. Сколько вам, там, если нужно сесть, там, слетать к родителям, там, что там, за часа три? С полотна часа, да. Ну, слушайте, это же другое дело совсем. У англичан в Украину безвизовый, да, режим? Наверное, у них во многих странах, я думаю, что в Украину тоже безвизовый. Я, я вот ездил, такой прикол, прям, проходишь, и все, так, так интересно. Все, меня еще, меня еще, так, рассматривали, у меня в паспорте написано, что я в Москве родился, а рядом Светлана моя шла, а у нее написано, что она в Киеве, так ее, прям, раз, проходите, значит, и она уже пришла меня забирать, там, вот, что-то. Говорить о каком-то, там, предвзятом отношении, там, к россиянам или украинцам, нет, абсолютно, ну, с людям, именно здесь, в глубинке, да, где мы, вообще, им абсолютно все равно, что в мире творится, то есть, и они не разделяют, там, то есть, как бы, там, это-то, и никто предвзято, там, не относится никому, то есть, абсолютно. Ну, отлично, отлично, хорошо, Дим, спасибо, так сказать, за беседу, я думаю, что вы тогда уже не пропадаете, а обустраиваете. И, может быть, через какое-то время, с какими-то свежими впечатлениями, наверняка у вас, там, после года, там, будет больше впечатлений, чем после двух месяцев. Вот. Наверное, да, как бы, я, поскольку, я еще не пришел в себя, можно сказать, потому что мы сменили несколько квартир, пока приехали, постоянно. Господи, а что ж такое? Ну, тут так получается, то есть, рынок недвижимости, некоторые квартиры сдают, а когда они, они еще освободятся через месяц, вот та, которая нам, ну, понравилась, и мы сейчас, она, как бы, освободилась, и вот недавно, мы, как бы, нас, компания снимала служебные. То есть, вам нужно было некоторое время перебиться, чтобы потом уже... Да, 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 мы вот на двух квартирах перебивались, вот, поэтому... Слушайте, так, между нами, сколько стоит квартира, в чем сдаются квартиры, вот там, где вы находитесь? Вот это, где мы сейчас снимаем, то есть, это, в принципе, средняя цена двухбедромная квартира. Мы платим 650 фунтов, то есть, это, ну, порядка 1000 долларов, это 1000 долларов. За двухбедром? Да. Плюс, где-то, порядка 50 фунтов, это будет электричество, и еще в районе 140 фунтов, это городской налог, то есть, это налог, там, для уборка территории, я так понимаю, полиция, пожарная. То есть, в целом, где-то 1200-1300 долларов, как бы, вот, в бедромная квартира стоит. Я бы не сказал, что совсем, как бы, наверное, дешево. Но вы имеете доступ к системе социального, там, какого-то страхования, то есть, у вас есть медицинское обслуживание бесплатное, да, или как? Да, у нас есть и медицинское обслуживание государственное, то есть, мы платили, типа, за страховку до государственной, плюс у меня, как бы, налогами каждый месяц 15% идет на медицину. Соответственно, мы можем пользоваться этими благами. Единственное, мы не имеем права требовать никаких, таких, паблик фанс, то есть, никаких, там, пособий, никаких, там, да, на ребенка каких-то, там, в садике, там, такое, мы не имеем права требовать. Ну, правильно, поскольку вы еще не постоянные жители страны, когда у вас будет вид на жительство через 4 года? Дай бог, чтобы никогда не надо было. Да, я, как бы, это не то, что, как бы, я зачем гонюсь, а просто к тому, что, вот, как бы, эти... Многие люди переживают, они говорят, вот я приеду, а вдруг что случится? То есть, как бы, важно знать, что ты можешь, ну, не останешься на улице, если что. Ну, у меня, то есть, тут вариантов немного, если, например, что-то случится с работой, то есть, мне нужно только собираться и уезжать. То есть, я не имею права тут оставаться, если, там, я уволюсь или еще чего-то. Поэтому, я эти вопросы даже не рассматривал, я надеюсь, что они мне просто не пригодятся даже. Ну, хорошо, ладно, вот на этой светлой, там, нет, 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 рюмки тут, чтобы сказать, но вот на этой светлой мысли о том, чтобы не нужно было, и чтобы не пригодилось, и чтобы все было хорошо, давайте мы вот на этом тогда расстанемся. Ребятам скажем, там, пока, да, у нас говорят, пока, и до новых встреч. Да, ну, я бы уже хотел еще, так скажи, напоследок все-таки еще рассказать спасибо, потому что, ну, там, благодаря той информации, которую именно он подчеркнул, то есть, по резюме, по интервью, по всем, как бы, именно, как все нужно делать, что говорить, что это, то есть, как бы, это, вот, сыграло большую часть, потому что, как бы, из моего опыта, как бы, то, что я прошел уже очень много интервью за свою недолгую карьеру, то есть, я даже уже сбился со счетов, то есть, по-моему, именно меня, вот, где меня бы не брали, я скажу, что именно технический бэкграунд, не всегда стоял на первом месте, он стоял где-то там, на последнем. Вы у них спрашивали, как они видят идеального кандидата? Не, я это, тогда еще у них не спрашивал, но, в принципе, именно, как вот преподать себя, как вести интервью, то есть, именно, это очень, это, как бы, я думаю, процентов 70 успеха того, то есть, как... Это правда, то есть, без технического бэкграунда вы просто не попадете на интервью, а когда вы уже попали, и надо, как бы, оказаться лучше других кандидатов, при том, что, как бы, в принципе, вы все более-менее в состоянии делать эту работу, ну, те, кто не в состоянии, их отсеют. Но дальше, вот, есть несколько человек, и надо выбрать. Да, то есть, когда я вот в Англию ехал, у меня был уже жоп-офер в Польше, то есть, ЦИСКИ, то есть, я от них отказался, поскольку уже у меня был офер, и я тогда прошел тоже техническое интервью в Амстердаме, там, точка отмена трафика, то есть, как бы, именно, вот это уже после того, как бы, все это, когда стало работать, и резюме, то есть, которое составлено было, и, как бы, рекомендации, что именно говорить, как это нужно-то сделать. Ну, приятно слышать, я, на самом деле, не мог это в себе держать, потому что я видел, что никто об этом не рассказывает, а то, что люди рассказывают, оно настолько, ну, как сказать, поверхностно, понимаете, там, руки надо помыть, там, я не знаю, не опаздывать, ну, на этом уровне, я думаю, ну, если я не расскажу, то, получается, никто не расскажет, поэтому меня вынесло туда, как бы, потому что я не хотел, у меня времени нет, и все, но я уже думаю, невозможно же молчать, Ну, и только, ну, я думаю, что еще не, нет, не только мне, вот, многим людям, наверняка, это еще поможет, поскольку, все-таки, дай бог, дай бог, да, ну, и надеюсь, что следующим уже пунктом остановки будут штаты, все-таки, я, как бы, нацелен на штаты, все, тогда, как у нас будете, значит, сразу на экран. Ну, я уже, так, для себя решил, хотя бы пару лет здесь, ну, поживу, потому что сразу, как бы, сразу переезжать. Набирайтесь опыта, набирайтесь языка. Да, я буду набраться местного опыта, языка, да, и уже потом буду уже на рабочую визу выходить уже, как бы, там, через год-два буду пробовать уже выходить, и тогда уже увидимся, что... Нет, я, слава богу, то есть, я, наверное, что, как бы, я не хотел бы такого. Хорошо, ладно, давайте прощаемся, супруги, привет, вот, и, соответственно, двухлетние деточки. Уже все спят, все, все, счастливо. Счастливо.